Кибермошенники активизировались в Казахстане. Причем этот вид преступности совершенствуется чуть ли не с каждым днем. Обманщики используют все новинки и инновации в сфере технологий, обводя людей вокруг пальца на расстоянии. Убытки, между тем, самые разные – от нескольких тысяч до миллионов тенге. О том, как борются с киберпреступностью и новых интересных случаях, рассказали полицейские. Департамент по борьбе с организованной преступностью МВД совместно с алматинскими коллегами и сотрудниками КНБ на территории Алматы и области, Шемкенско-Октюбинской и Жамбылской областей провели совместную спецоперацию по задержанию преступной группы. Было задержано 23 человека – это бывшие осужденные и другие лица. Занимались вымогательством, выбиванием долгов, покровительствовали тем, кто занимался серым майнингом. За счет подпольных майнинговых ферм они получали ежемесячную прибыль – от 300 до 500 тысяч долларов. При обысках на незаконных майнинговых фермах было задержано 7 членов преступной группы. Преступниками был поставлен на криминальный счетчик 36-летний специалист в сфере IT-технологии, которого они угрозами и шантажом принуждали организовывать работу майнинговых ферм. В результате обысков оперативниками Департамента по борьбе с организованной преступностью изъяты вещественные доказательства и орудия преступления. Черная бухгалтерия, а также более 6 тысяч наименований оборудования для работы майнинговых ферм на общую сумму около 7 миллионов долларов США. Пистолет Макарова, а также три комплекта подложных автомобильных номеров. А еще пресекли деятельность интернет-магазина, где целая семья продавала наркотики в особо крупном размере на территории столицы. Попался глава семейства на глаза полиции при мониторинге соцсетей. Причем владелец магазина был задержан с поличным во время закладки синтетических наркотиков. Провели обыск и по месту проживания, а теперь супругам грозит до 15 лет с конфискацией имущества. В момент задержания в машине было обнаружено 60 свертков с мифедроном, приготовленных к продаже. Наркотики для конспирации при возможном задержании были спрятаны в помятой жестяной пивной банке, которая валялась на полу автомобиля. В результате одновременных задержаний у супругов изъято более 3 килограммов синтетического наркотика мифедрона и 260 грамм смолы каннависа. На улице города удалось не допустить более 10 тысяч доз наркотиков. В настоящее время установлены канал поставки мифедрона в столицу. Но и отдельного внимания заслуживает киберпреступность. Способствовала этому пандемия, когда, оказавшись в изоляции и без возможности свободно ходить в торговые центры и на рынки, население стало больше покупать онлайн. Причем они не всегда могут отличить фейковые сайты от настоящих, говорят в МВД. Большую роль в дальнейшем развитии преступности в киберсфере сыграла также и безработица. Как внутри страны, так и за ее пределами. Основная масса организаторов данного вида преступления находится за пределами Казахстана. Для реализации своей схемы они привлекают пособников, которые физически находятся у нас в стране. Эти лица оформляют счета в банках, либо находят счета других граждан страны. Население МВД призывает быть бдительными, особенно в интернет-покупках, а также не сохранять данные своих банковских карт.